Установить во дворах нашего города 11 контейнеров для сбора пластика и собрать 4 тонны этого вида бытового мусора активисты организации «Эко-Мир Лабытнанги» смогли за один год. Осуществить это им удалось благодаря президентскому гранту. Теперь председатель экологической организации Никита Чупшвец пишет новые проекты. Его цель – заручиться финансовой поддержкой инвесторов, с которыми совместно можно будет подарить вторую жизнь накопленному пластику. Об идеях и планах эко-волонтеров узнавала Дарья Самородова. Уже пять лет общественная организация «Эко-Мир Лабытнанги» учит жителей экологически грамотному поведению в Арктическом регионе. Благодаря их проектам город становится чище, а полигоны для сбора ТЭБО – хоть немного, но меньше. Специально для сбора пластика с июня 2018 года в Лабытнанге установили 11 контейнеров сеток, выиграв президентский грант. Горожане охотно поддержали эко-общественников. Теперь они весь пластик отделяют от бытового мусора и оставляют в сетке. За то, что вы на своем примере показываете, каким образом можно все-таки повлиять лично на сохранение окружающей среды нашей планеты и нашего города. Спасибо вам большое. Сегодня Надежда Петровна из рук председателя «Эко-Мир Лабытнанги» получает сувенирную продукцию. В ее дворе не установлены контейнеры. Но пенсионерка, прожив здесь почти 70 лет, ярый поклонник экологии. За некоторое время она накопила пластик. Теперь решила избавить природу от этого вредоносного материала и передала мешки общественникам. Видела по телевизору в Лабытнанге рекламу, что собирают. И решила собирать. Свой двор есть, куда ложить. И потихонечку бутылочку воды возьмешь, мешочек, мешочек. И вот с января месяца я насобирала столько бутылок, чтобы была чистая экология у нас. Все боролись на чистую экологию. Весь пластик общественники собирают в сетке и вывозят его на автомобиле на склад временного хранения. Здесь собралась уже целая радужная гора из пластиковых бутылок весом 4 тонны. Активисты планируют не хранить его, а перерабатывать, используя новейшее оборудование и производить полимерные изделия на месте. Отправлять пластик на переработку очень дорого. Нужны финансы, чтобы закупить оборудование. И все, и можно начинать работать. Идей достаточно, есть технологии доступные. Мы сегодня движемся в этом направлении и участвуем в различных конкурсах. И есть у нас инвесторы, которые готовы вкладываться. Все на стадии разработки. Воспитывать бережные отношения к экологии необходимо уже с раннего детства, уверены активисты. С дошкольниками они проводят экологические беседы. А в Центре технического творчества совместно с Экомиром открыли профильный лагерь. Они вносят вклад в эко-просвещение школьников, организовывают велопоходы за город и убирают от мусора тундру. Тем самым делая родной город еще чище. Дарья Самородова, Сергей Антропов. Программа «Время местное».